Джипы и фургоны уезжают в Сатарстанскую глубинку. Уже традиционно. Так в Казани чествуют муниципалитеты, когда на день в столицу съезжаются главы районов и сельских поселений. 7 лет подряд уже по той статистике, которую мне дали, 1770 автомобилей мы вручили нашим местным самоуправлением. Приходится ездить нам ежедневно по нескольких десятков километров. Из-за этого наличие техники решает большие вопросы. На тех самых машинах муниципалы приехали на традиционный съезд, где им уже окрыленным успехом напомнят о будущих задачах. Одна из важнейших в следующем году – повышение зарплаты. О деньгах позже. Сначала кадровый вопрос. Сегодня экзам Губайдулин единогласно избран председателем Совета муниципальных образований. Делегаты досрочно прекратили полномочия Минсагита Шакирова. Он сегодня на съезд не явился. Кто за? Против? И уже потом перешли к вопросам, которые теперь решать экзаму Губайдулину. Один из них – молодежь, что не держится за работу. Идти, например, в районную администрацию, чтобы потом в ней остаться, специалистам не дает маленькая зарплата. По словам Рустама Мениханова, это и ведет к текучке с начала года. С ней начнут бороться. Отработать, чтобы с начала года мы изменили, увеличили оплату. 20 тысяч рублей. Зарплата на селе перешагнула эту цифру. Например, в Рыбно-Слободском районе в начале 2000-х местный сельчанин открыл хозяйство, а уже к 2017 году дело переросло в кооператив. У него там 14 рабочих мест, по 22 тысячи зарплаты получают. У него 6 молоковозов, 15 тонн привозят каждый день молока. Сегодня республика на первом месте в России по молоку и картофелю. Самый большой объем от ферм и ЛПХ. Я считаю, в республике большой потенциал для реализации тех задач, которые были поставлены президентом. И в этом, я думаю, большая роль отводится в первую очередь муниципалитетам, муниципальным образованием. Районная экономика базис Татарстанской. Республиканская программа самообложения серьезно оздоровила инфраструктуру. За время работы на дороге и освещение в селах республика выделила больше 2 миллиардов рублей. В следующем году ставки не уменьшат, а процедуру упростят. Сколько и на что собирать, будут решать не на референдумах, а сразу на народных сходах. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин